Сегодня мы поговорим о фразовых глаголах. Если вы только начали изучать английский язык, то наверняка уже с ними сталкивались. Сегодня мы разберемся, что это такое и почему они такие важные и сложные. Фразовые глаголы – это сочетание глагола с одной или несколькими частицами, например, наречием или предлогом. Эти комбинации часто имеют значение отличное от отдельных слов. Самолет взлетел вовремя. Она решила бросить курить. Он заботится о своем младшем брате. Фразовые глаголы делятся на две категории. Разделяемые и неразделяемые. Разделяемые фразовые глаголы. У них частица может стоять как рядом с глаголом, так и после объекта. Например, turn off the light – выключи свет. Или turn the light off – тоже выключи свет. Неразделяемые фразовые глаголы. Частица всегда остается рядом с глаголом. Например, look after the kids – заботиться о детях. Мы не можем сказать look the kids after. Всегда look after the kids. Look after. Еще несколько примеров с разделяемыми фразовыми глаголами. Например, pick up the toys – собери игрушки. Или pick the toys up – тоже собери игрушки. He called off the meeting – он отменил встречу. Или he called the meeting off – он отменил встречу. Неразделяемые фразовые глаголы. He ran into an old friend – он случайно встретил старого друга. Мы не можем сказать he ran the old friend into. Всегда he ran into an old friend. Или we came across a nice cafe. Мы случайно натолкнулись на хорошее кафе. Нельзя сказать we came a nice cafe across. Правильно we came across a nice cafe. Также фразовые глаголы могут быть переходными или непереходными. Переходные фразовые глаголы – это такие фразовые глаголы, которые требуют дополнения. Например, She picked up the phone – она подняла трубку. Или она взяла трубку. To pick up a phone – мы не можем сказать, что она просто подняла. Она подняла трубку. She picked up the phone. She picked up the book – она подняла книгу. He gave up the seat – он уступил место. Непереходные фразовые глаголы – это такие фразовые глаголы, которые не требуют дополнения. Например, фразовый глагол Wake up – просыпаться. She wakes up at 7 a.m. Она просыпается в 7 утра. She wakes up early – она просыпается рано. Или The plane took off – самолет взлетел. Почему фразовые глаголы так сложны для изучения? Одна из причин – это то, что один и тот же фразовый глагол имеет несколько значений. Например, To get up – переводится как Вставать или подниматься на вершину. He gets up at 6 a.m. every morning. Он встает в 6 утра каждое утро. They got up the hill. Они поднялись на холл. Фразовые глаголы часто имеют идиоматическое значение, которое нельзя понять буквально. Например, Give up не означает давать верх. Give up может означать бросать вредную привычку. He gave up smoking – он бросил курить. Или She gave up her seat – она уступила свое место. Нужно запомнить, какие фразовые глаголы разделяемые, а какие неразделяемые. Например, Turn off the light – выключи свет. Или Turn the light off. Run into a friend – случайно встретить друга. Мы не можем сказать Run a friend into. Очень сложно запомнить все фразовые глаголы и все их значения. Например, Take off – взлетать. Или Take off – снимать одежду. И так далее. Как же учить фразовые глаголы? Лучше всего их учить в контексте. Например, Когда вы слушаете какую-то историю или читаете какой-то рассказ, подчеркивайте, выписывайте этот фразовый глагол и его значение. Составляйте предложения с этими фразовыми глаголами. Не стесняйтесь использовать фразовые глаголы в речи. Это делает вашу речь более естественной, приближенной к речи носителя языка. Учите те фразовые глаголы, которые вам встречаются в повседневной жизни. Например, очень часто на работе мои коллеги используют фразовый глагол Tap into. Я не понимала, что же означает этот фразовый глагол. И после того, как я его услышала раз 10 или 15, я решила, все, учу этот фразовый глагол, перевожу и составляю предложение с ним. И сейчас я сама очень часто использую этот фразовый глагол Tap into. Tap into переводится как воспользоваться знаниями, ресурсами и так далее. He tapped into his network to find a new job. Он воспользовался своими связями, чтобы найти новую работу. Напишите свой пример с фразовым глаголом Tap into. Без фразовых глаголов в английском языке не обойтись. Чтобы облегчить ваш путь в изучении фразовых глаголов, я подготовила для вас урок, который вы можете забрать по ссылке в Телеграм. А в этом видео вы узнаете о фразовых глаголах с наречием away. Например, pass away, take away, run away и так далее. Подписывайтесь на канал Excel English и учите английский язык с удовольствием. Goodbye.